Ремонт трассы Одессы-Арени, завершение строительства и начало функционирования новой одесской таможни. Эти и другие важные вопросы председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили обсудил с президентом Украины Петром Порошенком, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном в администрации главы государства. У нас очень принципиальные и долгие взаимоотношения и очень жесткие разговоры. Каждый день общаемся по телефону. Вчера у нас была часовая встреча. На субботу запланировали отдельную встречу в этом формате. Президент, премьер и я. Такая тройка. Конечно, с другими губернаторами так никто не встречается. Но я другой случай. Я говорю не только о том, что должно поменяться в Одессе. Я говорю о том, что должно поменяться в Украине. По словам Михаила Саакашвили, во время совещания было принято решение на часть строительной работы трассы в конце мая этого года. Источниками финансирования ремонта станут государственный бюджет, таможенные поступления и помощь стран ЕС. Работы по дороге мы начали своими силами еще в прошлом году и они возобновились в марте этого года. Но договоренность о выделении основных средств была достигнута именно сегодня. Надеюсь, хоть в этот раз соответствующие службы не будут саботировать строительство этой дороги и данное народу слово будет выполнено. Трассе Одессарени более полувека. На протяжении всех лет независимость Украины ее капитально не ремонтировали. Михаил Саакашвили утверждает, из-за недобросовестных чиновников дорога международного значения сегодня находится в аварийном состоянии. С тех пор, как экс-президент Грузии стал председателем Одесской ОГА, он стал активно бороться с коррупцией. Главное достижение в Одессе мы показали, что можно работать по-другому. Сегодня все подтверждают, в том числе наши самые строгие объективные критики, что Одесса – это единственная область, единственная администрация в новейшей истории Украины, где не берут взятки. Реформатор Михаил Саакашвили долгие годы боролся за вступление Грузии в Европейский Союз и за ее процветание. Свою страну он поднял на ноги. Так же самое хочет сделать и в Украине. Мы обязательно победим и в Украине, и в Грузии, и наведем порядок, и встанем на очень быстрый и эффективный путь развития двух сногсшибательных стран.